Девушки отдыхают Девушки отдыхают Уютное кресло мэра Да, я построю себе город-сад И сделаю всех людей счастливыми Эх, хорошо быть мэром Никто тебя не дергает Тишь да благодать Правда, я ведь пока еще не выбрал, каким городом буду управлять А главное, через какую программу Хотя почему же? Никто еще не придумал градостроительного симулятора лучше, чем старая добрая Сим-Сити Своим появлением легендарная Сим-Сити обязана дизайнеру Уиллу Райту В свое время он очень вдохновился одной простенькой игрушкой, которую сам же и создал Его настолько увлекла возможность рисования карт к ней, что он решил сделать об этом отдельную игру И назвал ее Сим-Сити, то есть симулятор города В итоге серия Сим-Сити стала одной из самых популярных за всю историю компьютерных игр Достаточно лишь назвать общее количество проданных копий А это ни много ни мало 18 миллионов экземпляров И такой успех не случайен Первая игра вышла в далеком 1989 году И давала уникальную возможность поуправлять виртуальным городом В наши прогрессивные времена взгляд на эту игру не вызывает ничего, кроме снисходительной улыбки А тогда игра произвела настоящий фурор и породила на свет новый жанр — городостроительная стратегия Продолжения не заставили себя долго ждать Так в 1993 вышла вторая Сим-Сити, в 1999 — третья и, наконец, в 2003 — четвертая От года к году хорошела графика, росли возможности, шлифовалось управление Но все основы, заложенные еще в той самой первой части, оставались неизменными Суть первых Сим-Сити была стать мэром небольшого города И постепенно застроить его под завязку, сделать настоящий мегаполис Ну и заработать побольше денег, разумеется Игрок, садившийся за любую из четырех частей, неизбежно сталкивался с бездной возможностей Будущий город-сад виделся как на ладони На счету лежала кругленькая сумма И многие начинали раньше времени излишне высоко задирать голову Эх, размахнись, рука, раззудись, плечо Щедро новички тут же прокладывали по безлюдному полю широкие автострады Протягивали длинные прямоугольники дорогих районов, ставили самые дорогие здания И, к своему возмущению, оказывались у разбитого корыта Печальный советник по экономике сообщал о полном крахе А игра любезно сообщала об окончании ваших подвигов на посту городоначальника Да, это более чем возможно Вы нередко оказываетесь загнанными в угол Растет безработица, доходы становятся мизерными У вас не хватает денег на строительство В старых частях Сим Сити такое случалось очень часто Сложность игры раззадаривала и по-хорошему злила Заставляя каждый раз терпеливо начинать все сначала В десятый раз, наткнувшись на одни и те же грабли Геймер наконец понимал, что игру на храпом не возьмешь И садился за серьезное изучение игровой механики Оказалось, что каждый цент из выделенного бюджета Надо тратить не абы как, а с умом Прежде всего нужно расчистить территорию Потом наметить три основных городских зоны Жилую, деловую и промышленную Поставить основные здания Полицейский участок, пожарную часть, школу, электростанцию А также снабдить граждан водой и током Самолично протянув по земле линии электропередач А под землей развитую сеть канализации Огромную роль в Сим Сити всегда играла экология С самого начала игры встаешь перед нелегким выбором Поставить ли дешевую угольную электростанцию Или застроить весь город дорогими, но безопасными ветряками Игра позволяет в деле посмотреть, что это такое Парниковый эффект И прозрачно намекает, что и о чистоте воздуха Заботиться очень важно Поэтому, если вы складируете мусор прямо на территории города И застраиваете его грязными электростанциями Вы, конечно, неплохо сэкономите Но не удивляйтесь, когда мирные доселе жители Начнут в знак протеста переворачивать машины Прямо под вашими окнами По улицам городов у нас ходят самые настоящие Симы Да, те самые из игры Sims Но немногие знают, что Сим Сити гораздо старее Только потом уже появилась идея сделать про этих человечков отдельную игру Так что связь между играми самая тесная Но все же они очень разные Отдельная занятная фишка игры Возможность сделать виртуальные копии своих друзей и себя любимого И поместить в строящийся город И между делом наблюдать за их успехами и неудачами Вот Вася поступил на престижную работу А Петю, как всегда, уволили Кирилл вечно опаздывает из-за плохих дорог А Паша жалуется на то, что опять отключили воду Между прочим, все это по вине бестолкового мэра По счастью, в игре можно лицезреть не только водопроводные трубы Заводские цеха или спальный район Было и очень много уникальных зданий, которые давались в награду за хорошую службу Например, Эйфелева башня Или храм Василия Блаженного Или печально известные башни торгового центра А и Б Каждое из этих зданий, как вы понимаете, может быть только одно на целый город Ну, кроме башен, разумеется Вылепив эдакую красоту в какое-нибудь живописное место Или на центральную улицу Можно было здорово увеличить эффективность окружающих строений Да и просто полюбоваться Я думаю, что Сим Сити это уникальная игра Это даже не игра в привычном смысле слова В ней нет такого, вот вам десятый уровень, пройдите ее Это такая вещь, в которую приятно поиграть, никуда не торопясь А потом сделать паузу и вернуться к ней через какое-то время Я встречал многих поклонников игры, которые говорили мне Я играю в Сим Сити каждые 10 месяцев Это очень точно отражает ее сущность Сим Сити — одна из тех игр, от которых просто получаешь удовольствие Разумеется, ведь удовольствие, как известно, заключается в преодолении трудностей Этот постулат применим к серии Сим Сити как нельзя лучше Голова виртуального мэра просто пухнет от бесчисленных забот Но если ему все же удавалось справиться со всеми невзгодами и удержаться на посту Наградой был большой цветущий город, живший своей самостоятельной жизнью Любоваться этим зрелищем можно часами Каждый здесь при своем деле Виртуальные человечки спешат на работу В свои сверкающие на солнце небоскребы Их автомобили бибикая выстраиваются в непролазные пробки Пожарная машина едет по очередному ложному вызову А мусоросжигательные печи усиленно дымят, перерабатывая тонны отходов Красота! Кстати, если город своим благополучием начинал ввергать в скуку Всегда можно было здорово развлечься Наслав на головы жителей какое-нибудь стихийное бедствие Выбор представлялся отменный От падения гигантского метеорита До визита суровой зверушки Годзиллы Впрочем, если с мэром не повезло Виртуальный город и так быстро приходил запустение Без всяких там Годзилл и наводнений Нет, ну я так больше не могу Экономика в упадке, здание рушится Коммуникация опять прорвало Я же все-таки мэр, а не чернорабочий Почему я сам должен прокладывать водопровод и вести бухгалтерию? Где мои лимузины, сигары, длинноногая секретарша в конце концов? Завалили, понимаешь, бумажками Не счесть их тут О, а вот это интересно Вы знаете, мне сообщают, что скоро выйдет новая игра в серии Сим Сити И что там меня избавят от многих мелких хлопот И что жители у меня там будут ходить по струнке Ну, если я, конечно же, захочу Знаете, надо узнать об этом поподробнее Так, тут внизу что-то мелко написано А, сейчас будет реклама Пока мне приходили жалобы от жителей, я задумался А почему они такие вредные? Ведь в них все дело Как бы мне построить такой город, чтобы они меня не донимали и дали спокойно сесть и поработать? Чтобы я сам смог выбирать, кто будет заселять дома, которые я строю Но теперь я знаю В новой Сим Сити город с характером есть такая возможность Мы решили разобраться, в чем на самом деле заключается разница между такими городами, как Москва, Дели, Токио или Лондон И почему они так не похожи друг на друга И пришли к выводу, что дело даже не в архитектуре, а в жителях, которые населяют эти мегаполисы И мы решили продвигать игру именно в этих направлениях Рассказывать именно о людях, а не о стенах Игра называется «Сим Сити город с характером», потому что это уже больше не обычный Сим Сити Ведь теперь вам предстоит построить не только город, но и общество, которое в этом городе будет жить Люди теперь будут меняться вместе с городом И какими они будут, зависит только от вас Вы теперь полностью свободны в своем творчестве Теперь вместо того, чтобы строить конкретный город, вроде Нью-Йорка или Лос-Анджелеса Вы создаете свои города такими, какими и сами хотите их видеть Хотите религиозный город, погруженный в созерцание? Пожалуйста Оживленный деловой центр или мрачная антиутопия? Нет проблем Или может вам по душе воссоздать сталинскую Москву 30-х и держать жителей в постоянном страхе? Все ограничивается только вашей фантазией В игре доступно с десяток разных видов общества Религиозно-созерцательное, утопическое, киберпанковское Всего не вспомнить Ну и одно секретное, о котором я вам не скажу Оно откроется по ходу игры, так что сами увидите Главное новшество, которое переворачивает привычный геймплей с ног на голову Так называемые социальные ценности Творчество, производство, власть, знание, процветание, духовность Каждое здание в игре производит или потребляет одно из них Соответственно, от их выбора будет зависеть, какой город у вас получится в итоге Новую часть 7-сити мы решили сделать более доступной Ведь прошлые игры серии были достаточно трудны в освоении Например, больше не нужно вручную прокладывать водопровод и линии электропередач, как раньше Все стало проще Вам нужно только поставить основные здания, вроде электростанции и водяного насоса И разбить город на зону Скажем, вот здесь будет деловая активность, здесь производство А в сторонке от всего этого будет спальный район или центр развлечений Ярые поклонники прошлых игр серии сидели погруженные в ворох отчетов, графиков, меню Теперь вместо этого копания в расчетах и таблицах мы дали игроку возможность более тесно взаимодействовать с жителями Смотреть, как они живут, помогать им развиваться В общем, более полно чувствовать свой город Мне кажется, это отличная находка По каждому зданию можно посмотреть подробную информацию, что оно производит, чего не хватает Так же и с жителями Вы просто опускаете камеру на уровень земли и можете познакомиться с каждым человеком поближе Каждый житель выскажет вам все, что он о вас думает Не нравится? Попытайтесь что-то изменить в лучшую сторону Ну а если все в порядке, просто продолжайте в том же духе За удачное продвижение города в каком-то направлении вы получаете награды в виде новых построек Смотря что вы строите Если речь о творческом обществе, то ждите появления зданий вроде школы искусства или керамической мастерской А если преуспеете в создании авторитарного общества, вас наградят новыми тюрьмами, в которые вы сможете помещать инакомыслящие Есть и традиционные награды от благодарных жителей, почетные ордена, медальки и прочие знаки отличия Мы даем вам универсальный инструмент для строительства города Вроде песочница, только для взрослых Строите город вашей мечты, творите, самовыражайтесь Только не забывайте об экономике и постарайтесь делать граждан счастливыми Если вы не тиран, конечно Тогда можно беспредельничать, как заблагорассудиться Конечной цели нет ни в этой игре, ни во всех предыдущих Если вы построите что-то, чем будете гордиться и что не стыдно показать друзьям Ну что ж, замечательно Все равно это такой большой конструктор Вы просто делаете с ним что хотите Ну вот, вроде дела пошло Конечно, не все гладко, но в целом город неплохой, как мне кажется Даже очень ничего Только вот полицейские тут немного перестарались Советник по экономике говорит, что мы ушли в такой глубокий минус Что такая цифра даже на листочки не помещается А что мне делать? Неужели оставка? Дорогие граждане До конца моего срока осталось еще очень много времени Согласен, не все получилось так, как мы раньше замешляли Поэтому пришла пора решительных действий Я начинаю поиски своего преемника И как только он будет найден, мы проведем досрочные выборы А чтобы дело шло быстрее, я объявляю о начале ускоренных курсов мэра Вести которые будет мой сподвижник Александр Кузьменко Итак, перед нами тут игра, которая называется SimCity Society В русском переводе SimCity город с характером Это игра, в которой можно с нуля построить город Свой собственный город-ад или город-сад И любоваться на него, как на такой вот муравейник Все начинается очень просто С трех домов и с двух, что называется, хибар А продолжается огромнейшим мегаполисом Каждое здание из которых как-то функционирует друг с другом А потом надо будет еще продумать систему метро Строить какие-то автобусные остановки И так далее, и так далее, и так далее И все это продолжается долго До тех пор, пока вам не надоест Потому что конца у игры и края? Нет Город очень сильно может быть разнообразным Но все зависит от того, каким вы его хотите видеть Но со временем, как только вы уже определитесь Что вы, собственно, хотите достичь Придется делать какой-то выбор То есть придется делать вам город одного из доступных типов А вот это вот самое интересное, что есть в этой части игры Но если вы решите строить какой-то конкретный город То стоит уже задуматься о том, а как этот город довести до идеала И вот тут игра предлагает тоже несколько вещей В частности, вот выбор целей Мы можем выбрать, например, если мы выбираем город-антиутопию Что нам нужно достичь? Нужно, чтобы обязательно в городе жило больше, чем 20 тысяч человек Соответственно, дома должны быть все жилые, многоэтажные Чтобы параметры законопослушности было больше 400 То есть, ну, это примерно полицейский участок на каждом шагу Станции слежения, какие-то плакаты пропаганды Там типа товарищ, не опоздая на работу и так далее В данном случае мы решили построить экологически чистый совершенно город Поэтому мы втыкаем ветряков, которые будут вырабатывать энергию для наших жителей Любой город в всем сети сосайти состоит из нескольких основных вещей Во-первых, из жилого пространства Там, собственно, будут жить люди Вот смотрите, где они у нас могут жить Вот городок на колесах Я думаю, для начала, в принципе, трейлерный город как-то неплохо может подойти Во-вторых, из тех мест, где люди, собственно, будут работать То есть, где, например, могут работать люди Заправочная станция, банк, лаборатория, лесопинка И, конечно же, самое важное, что есть вообще в любом симуляторе градостроительном Это дороги Без дорог нет ничего К сожалению, люди, которые живут обычно в таких играх Они никак не хотят и не умеют перемещаться по земле И поэтому обязательно нужно строить дорожное полотно Любой настоящий Лужков Мы с самого начала планируем как-то город Заранее прикидываем, где у нас будут какие районы То есть, в всем сети вообще на самом деле Все строится на соответствии параметрам Нужно вовремя отслеживать всякие разные параметры игровые И вовремя строить определенные здания Также можно строить всякие здания Типа, например, церквей, благотворения иных, скажем так, людей Ну и, конечно же, образовательные всякие учреждения Вроде университетов, школ Люди ходят на работу Тут можно открыть, например, и посмотреть, сколько людей здесь работает И сколько денег нам приносит, скажем, вот этот офис Он нам приносит в месяц примерно 7 тысяч долларов И для того, чтобы он существовал Нужно, чтобы параметр законопослушность Значит, был у нас на уровне 20 Чтобы параметр законопослушности был на уровне 20 Нужно строить полицейский участок Чтобы полицейский участок построить Нужно, чтобы параметр производительность был на уровне 10 И так далее, и так далее, и там подобное В целом это все очень сложно, конечно, звучит, но вообще, вот впервые сев за SimCity, внимательно почитав все подсказки, все комментарии этой игры, можно понять, что игра на самом деле гораздо проще, чем кажется. Если вдаваться в систему всего города подробнее, то можно обнаружить вообще очень много удивительных вещей. В SimCity Society очень много всевозможных графиков, параметров, каких-то экономических показателей. Могут слить, сколько у меня вакансий есть свободных в городе, какое число безработицы, сколько работающих горожан, сколько чем-то недовольных горожан. То есть, например, если они будут, например, все места отдыха будут в городе закрыты, то горожане будут как-то вызывать недовольство, или наоборот их будет мало, не смогут они попасть в ресторан, придутся в очереди ставить. Они будут как-то выражать свое недовольство, прогуливать работу, соответственно, снижать ваши прибыли и приводить вас к краху, то есть к банкротству. Единственный способ проиграть в игре – это полусверзоидцы, естественно. А вот чем примерно этот город может стать через где-то 2-3 часа такой достаточно активной игры. Он, может, таким солнечным, простым, экологически чистым, видите, сколько у нас ветряков уже появилось, ветряков из солнечных электростанций. Экологически чистым городком с добрыми людьми на улице. Аж прям в глазах вот ревит, у него аж сладкий привкус на рту после этого. От всей этой приторной, действительно, сладости такой. Вот такой вот у нас большой город-карнавал, тут у нас есть что, кинотеатры, например, там, цирковые училища театральные у нас здесь есть. Всякие кофейни, детские площадки, каменные бунгало, оранжереи, питомник тюльпанов, прекрасный, в общем, перевод. Оранжереи, обсерватории – это город, который производит исключительно счастье, и ничего, кроме счастья, в общем, достаточно скучно жить, если так разобраться. Вот, смотрите, видите, кто-то даже в городе протестует. А, нет, уже закончил. Наверное, случайно, что все мужчины пришли попротестовать в городе счастье. Ой, стараются все это так, в общем, все это хорошо, что аж противно. Вот и полная противоположность всем пасторальным городкам, которые можно построить – это город-антиутопия. Огромные здания, дирижабли, гигантские небоскребы, туман, подавленная атмосфера, люди на улицах. Ну, в общем, короче, все, как в фильме «1984», да, по книжке замечательного писателя Оруева. Гораздо интереснее прогуляться по самому городу, посмотреть вообще, что в нем нового появилось. Во-первых, все дома, в которых живут люди, они стали исключительно большими. Каждый из этих домов там селяет себе там по 500, по 400 человек. Вся работа людей, она сосредоточена в гигантских просто офисных центрах, половина из которых – это государственные центры типа Министерства правды или пропаганды. Некоторые здания рождают вообще уникальных персонажей. То есть, например, если мы выберем какое-нибудь Министерство пропаганды, то там можно родить людей в черных, которые будут ходить по улицам, а всех, кто протестует, забирать там, отвозить куда-нибудь на выселки, психиатрические лечебницы и так далее. Ну, и, конечно же, в городе очень много всевозможных пропагандистских вещей, как-то, например, всякие рекламные плакаты, с которых вечно тебе вещает большой брат, каких-то красных звезд на стенах и так далее, и так далее и тому подобное. «Simsity Societies» – это игра для всех, кто устал кого-то убивать, куда-то постоянно бежать, на чем-то постоянно ехать, а хочет, наконец-то, просто сесть за компьютером и по-человечески расслабиться. Это игра для всех, в общем, состоявшихся таких Лужковых, кто мечтает в какой-то своей песочности построить какой-то вот свой город, на него любоваться и получать от этого кайф. Что ж, вот и закончилось мое славное правление. Я верой и правдой служил вам этих долгих 23 минуты. А теперь я ухожу. Спасибо вам, дорогие граждане, за ваши поздравления и подарки, а особенно за этот замечательный Хаммер. Я покидаю свой пост со спокойным сердцем, ведь на мое место придет один из вас. Уверен, что город перейдет в хорошие руки. Ну а я отправляюсь на природу, отдохну, вы знаете ли, хорошенько, пожарю шашлычков и обкатаю своего нового железного коня, которого вы мне подарили. Смотрите отчет о моих приключениях в следующей программе Икона видеоигр Хаммер 4х4. Парикришна, here I come.